Свободные выборы – это основа демократического государства. Как в США выбирают президента? Чем республиканцы отличаются от демократов? Сколько денег тратят на выборы? Почему самые популярные кандидаты могут проиграть? В этом и следующем видео мы расскажем, как работает американская политическая система и кто ее главный герой. Демократы против республиканцев. Виги против демократов. Или же федералисты против демократов-республиканцев. Или джефферсоновских республиканцев. Названия разные, времена тоже, но смысл неизменный. В американской политической системе всегда доминировали только две партии. Ну, почти всегда. Самый первый президент США Джордж Пашингтон был все же беспартийным. Более того, он и его ближайшие соратники, их называют отцами-основателями США, считали формирование политических партий угрозой единства Америки. Однако, стоило им ратифицировать конституцию, как стало ясно, единомышленники расходятся во взглядах. Одни считали, что стране необходимо сильное центральное правительство. Другие выступали за децентрализацию и укрепление власти штата. В результате спора появились федералисты и демократы-республиканцы, ставшие прообразами современных партий. Однако, почему всего две партии? Все дело в системе выборов по принципу «победитель забирает все», в которой нет ни второго места, ни утешительного приза. А лидер в гонке получает голоса всех избирателей, даже голосовавших против. В таком случае начинает действовать так называемый закон Дюверже, открытый французским социологом Морисом Дюверже. Ученый утверждал, принцип «победитель забирает все» мотивирует избирателей голосовать за партии, имеющие наибольшие шансы на победу. А мелкие игроки и вовсе теряют интерес к заведомо бесперспективной гонке и присоединяются к крупным участникам. Ну а как жители дебаты? Ведь в них участвовали столько претендентов. Верно, и все они либо демократы, либо республиканцы. Кандидатов на пост президента от партии выбирают на предварительных выборах, так называемых «праймерис». Традиционно партийные выборы начинаются зимой, с голосования в Айове и Нью-Гемшире. Считается, что чем раньше штат проводит «праймерис», тем больше он влияет на финальный результат, первым определяя лидеров. Порядок при этом весьма гаотичный. Например, Айова голосует первой лишь потому, что местные власти когда-то решили, что им нужно больше времени на подведение итогов. Нью-Гемширцы и вовсе приняли закон о том, что именно их штат должен быть первым в серии «праймерис». Да, все верно. Айова формально проводит не «праймерис», а «фокус». Это особый вид голосования, при котором жители штатов собираются в одном помещении, затем разбиваются на группы и голосуют путем физического перемещения с одной компанией в другую. Помимо Айова такая система существует еще в трех штатах. Первый «праймерис» в сравнительно небольших штатах – это океан возможностей для новых лиц в политике, у которых еще нет денег и доноров на масштабную кампанию по всей стране. «Праймерис» в среднем продолжаются до начала лета, но победителя от каждой из партий обычно становится известно гораздо раньше. Поворотный момент на предварительных выборах – это супер-вторник, день, когда «праймерис» одновременно проходят в рекордном числе штатов. Следуя логике, чем раньше, тем больше влияние – это голосование проходит в первый вторник марта. Кульминация «праймерис» – партийные съезды, на которых происходит официальное выдвижение кандидатов. Телегаты от штатов отдают голоса лидеру внутри партийной гонки. И вновь работает принцип «победитель получает все» в 2020 году. Это Дональд Трамп и Джо Байден.